Рассылку налоговых уведомлений уже начали, так что совсем скоро саровчане смогут найти их в своем почтовом ящике, либо в личном кабинете налогоплательщика. Оплатить налог можно несколькими способами. Через личный кабинет, мобильное приложение налоги физического лица, на портале госуслуги, а также через платежные терминалы и почтовое отделение связи. Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида. Это квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть жилого дома, гараж или машина, место. Льготы могут получить пенсионеры, физлица предпенсионного возраста, ветераны боевых действий, инвалиды. Льготы земельного налога предоставляются пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Они имеют право на налоговый вычет в размере 6 соток на один земельный участок. Льготы предусмотрены и для транспортного налога. Основные категории граждан – это пенсионеры и инвалиды. Они имеют льготу в размере 50% на одно легковое транспортное средство до 150 лошадей включительно. Многодетные семьи имеют льготу на легковые машины на 150 лошадей включительно в размере 100%. Предоставление льгот носит беззаявительный характер. Их распределяют на основе сведений, которыми располагает налоговый орган. Налоговые уведомления не направляют тем лицам, которые полностью освобождены от уплаты имущественных налогов. Пенсионер в собственности имеет одну квартиру и у него в собственности имеется земельный участок. Площадь земельного участка составляет 6 соток. Такому физическому лицу уведомление не сформировано. Также от уплаты освобождают тех граждан, чья сумма налогов меньше 100 рублей. Если вы не получили уведомления, сотрудники рекомендуют обратиться в налоговый орган, где вам его вручат лично. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.